Ячейка Релея Бернара – это хрестоматийное произведение для тех, кто изучает механику сплошных сред, как хорошо изученный пример самоорганизации частиц вязкой жидкости. Это видео – экранизация туториал номер 26 – конвекция Релея Бернара. Итак, для начала в Африкат создадим сетку конечных элементов. В драфте рисуем прямоугольник размерами 0,06 на 0,01 единицы, которые в Элмер потом станут метрами. Переходим в МКЛ и генерируем сетку конечных элементов. Согласно туториалу, плотные сетки нужно подобрать так, чтобы она состояла ориентировочно из 3000 элементов. Для удобства назначения граничных условий в Элмер создадим группы объединения элементов сетки. Группы должно быть 3 – для низа, для верха и для боковых стенок. Не забываем обновить сетку конечных элементов. Сохраняем ее в формате UNV. И переходим в Элмер. Загружаем сетку конечных элементов. Проверяем дерево проекта. Сетка должна состоять из одного тела и трех границ. Смотрим сводку. Поскольку в расчете мы будем использовать систему СИ, сетка у нас должна быть размером 0,06 на 0,01 метра. Теперь настроим расчет. Включаем нестационарную задачу. Порядок BDF ставим 2. Временной отрезок 200 секунд. Размер шага 2 секунды. Проверяем, чтобы направление гравитации было минус Y. Добавим расчет. Он будет состоять из двух уравнений. Термодинамики и навес токса для течения жидкости и газов. На вкладке термодинамика ставим течку активная. Конвекция вычисляемая. В настройках решателя на вкладке нелинейной системы максимальное количество итераций сокращаем до одной. На вкладке навес токс ставим течку активная. В настройках решателя на вкладке нелинейной системы максимальное число итераций тоже сокращаем до одной. Ставим течку назначить всей схеме. Добавить и ОК. Добавим материал. Возьмем его из библиотеки. Вода комнатной температуры. На вкладке General добавляем референсную температуру. И на вкладках термодинамика и навес токс проверяем, чтобы параметры материала соответствовали значениям из туториала. Ставим течку назначить всей схеме. Добавить и ОК. Добавим внутренние силы. На вкладке навес токс включаем уравнение тепловой конвекции в УЗИНЕСКО. Назначаем всей схеме. Добавить и ОК. Добавим начальные условия. На вкладке термодинамика пишем начальную температуру. А на вкладке навес токс небольшую скорость течения вдоль Х. Назначаем всей схеме. Назначаем всей схеме. Добавить и ОК. Добавим граничные условия. Для нижней границы на вкладке термодинамика пишем температуру 293,5 градуса по Кельвину. На вкладке навес токс скорости вдоль Х в У равны 0. Добавить и ОК. На верхней границе на вкладке термодинамика пишем температуру 293 градуса по Кельвину. На вкладке навес токс скорости вдоль Х и У равны 0. Добавить и ОК. Для стенок на вкладке навес токс пишем скорости вдоль Х и У равны 0. Добавить и ОК. Назначаем границам граничные условия. Вверху будет вверх, внизу будет вниз, по бокам будут стенки. Сохраняем расчет, указав папку, куда будут записаны файлы с исходными данными и файлы с результатами. Генерируем файл сиф. Проверяем все ли в порядке. Запускаем. Запускаем расчет. Расчет окончен. Запускаем Элвер ВТК. Смотрим результаты. Начнем с градиента температур. И вот мы можем наблюдать формирование конвекционных потоков. Записаться готов cet эрнех. Запici fato из. Проверяем меня на вкладке. ОпANT avocado. Записаться готов. Записаться готов soit вторый в порядке. Генерируем мотор в порядке. Оп中 а потом dedется. Проверяем мать ваш бюджет. О, насчет контроль hammer. Напас освободить. А потом пос examineе зоны сильных сделок. А потом fondo сотрудник Watten Yellow rem dod谢谢. Форму ячеек релея Бернара мы увидим на изополях скоростей. И вот наша вода в процессе нагрева самоорганизовалась. Направление конвекционных потоков можно увидеть в векторном представлении. На этом все. Дякую за увагу. Продолжение следует.